ПОДВИГ НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ Подробности из Первых УЗ Добролапы 09. В День защиты бездомных животных в реабилитационном центре Белый Клык прошла благотворительная акция Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева Черкесия. С вами Мурат Жанкёзов Самое большое в мире Знамя Победы привезли сегодня в Карачаево Черкесию. Проект приурочен к 80-летию Сталинградской битвы и битвы за Кавказ. Масштабная патриотическая акция прошла в поселке Оджоникидзовский. Команда международного проекта «Непокоренные» развернули Знамя Победы у Музея памятника защитникам перевала в Кавказе и почтили память героев возложением траурного венка и минутой молчания. Подробный репортаж смотрите сегодня в вечернем выпуске Вестей. По инициативе начальника Главного управления МВД России по СКФО генерал-полковника полиции Сергея Бачурина состоялось торжественное открытие мемориальной плиты с именами сотрудников НКВД, принимавших участие в освобождении Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. На перевале Пхия на мемориальной плите высечены имена 22 сотрудников НКВД, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками в ходе освобождения Северного Кавказа. Место для открытия было выбрано не случайно. На этой легендарной возвышенности в боях героически погибли десятки тысяч защитников Кавказа, в том числе военнослужащие войск НКВД. Ценой невероятных усилий наши солдаты разрушили планы Гитлера, который хотел захватить Северный Кавказ и в первую очередь овладеть районами, где добывалась нефть. Как и в других сражениях Великой Отечественной войны, беспримерную стойкость и героизм в тяжелейших сражениях за освобождение Кавказа показали военнослужащие войск НКВД. Участники церемонии почтили память павших в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания и возложили к мемориалу цветы в знак бесконечной признательности тем, кто отстоял независимость нашей Родины. Имена на этой мемориальной доске всегда будут напоминать нам о погибших героях, которые не пожалели своей жизни ради других, ради мира. Судьба отмерила им нелегкий жизненный путь, который они с честью прожили. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах. В Абхазии отметили 30-ю годовщину победы и независимости. В торжественных мероприятиях приняли участие представители из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаева, Черкесию. Делегацию нашей республики возглавил председатель Народного собрания республики Александр Иванов. Гости поздравили президента Абхазии со столь значимым событием. Было отмечено, что братские связи между республиками будут только укрепляться. В завершении встречи Аслан Бжания вручил медаль за победу руководителю администрации главы и правительства Карачаева-Черкесии Мурату Озову. В свою очередь наша делегация вручила президенту Абхазии орден за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Наша делегация из Карачаево-Черкесии была на особом почете. Была встреча у президента Абхазии. Президент Абхазии Аслан Георгиевич Бжания во знаменование 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии вручил медаль за победу руководителю администрации главы и правительства Карачаево-Черкесской республики Мурату Озову. Это дань уважения к непосредственно Мурату Нуховичу и ко всей нашей республике за все то, что мы делаем для сближения и братства наших народов. Парад это было главное событие. Помимо этого были много различных других мероприятий. Конечно же было возложение мемориалу павших за свободу сна, мемориалу Владислава Григорьевича Ардзинова, первого президента Абхазии. После самого парада было очень красивое театрализованное представление на республиканском стадионе, где так было много людей, что он просто не вмещал всех. На высочайшем уровне провели это мероприятие те, кто участвовал в нем. Большое им спасибо за это. Все получили колоссальное удовольствие. Мы братская республика. И в праздники, и в тяжелые дни всегда будем рядом. Пожелаю процветать. Новая амбулатория откроет свои двери для жителей Октябрьского Прикубанского района. Она построена в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая реализуется по поручению Владимира Путина с 2021 года. Новое красивое здание, оснащенное в соответствии с современными стандартами, обеспечит возможность оказывать первичную медицинскую помощь жителям поселка, а также своевременно проводить обследование. Пропускная способность объекта – 15 посещений в смену. 4 ноября, в День народного единства, в Москве на ВДНХ откроется выставка «Форум Россия», которая соберет в одном месте все 89 субъектов страны. И все они покажут свои достижения – от природных богатств до высоких технологий и от древних традиций до современной культуры. Подробнее о выставке, ее программе и об участии Карачаева-Черкесии рассказал министр культуры республики Зурапа Гербов. Для нас прекрасная возможность показать, что из себя представляет Карачаево-Черкесия во всех смыслах, как с экономической, так и с культурной точки зрения. И мы здесь, конечно, стараемся по максимуму использовать эту возможность, чтобы огромному количеству зрителей, а действительно туда будет приходить по расчетам организаторов несколько миллионов посетителей, показать рядом с остальными регионами наш. И мы запланировали ряд мероприятий, которые пройдут как на нашем стенде, а у каждого региона будет свой небольшой стенд, так и на больших площадках, которые будут заполнять регионы своими мероприятиями по графику. График у нас сейчас сложился довольно плотный. Мы обязательно проведем наш главный день региона, день Карачаева-Черкесской республики, в который мы подготовили очень плотную насыщенную программу. И в нее включили, конечно же, концерт, который покажет исполнительское мастерство наших артистов, как национальных танцев, так и вокалистов. Запланирован также день национального костюма, где мастерицы нашей республики подготовят свои работы. Мы проведем дефиле. Дефиле это проведем в формате театрализованного шоу. Очень важно показать нам направление кино, потому что сегодня наш регион становится одним из лидеров развития регионального кино, потому что сразу несколько фильмов были представлены в этом году. Один из них, «Испытания Аулам», сейчас выходит в широкий прокат уже по всей стране. И как раз с помощью кино-то мы и сохраняем наши традиции, сохраняем нашу культуру. И отдельный кинозал будет отдан нам несколько раз в году на целый день, чтобы все зрители могли все три полнометражные картины, плюс еще короткометражки, которые у нас есть, посмотреть. Ну и отдельно, конечно, расскажем о том, что мы делаем вместе с Министерством туризма. Это в отдельном павильоне будет проходить дегустационный блок, где жители Москвы, гости Москвы смогут еще и попробовать нашу национальную кухню. Отдельно еще отмечу, что помимо Дня региона, который будет общий, такой насыщенный, мы проводим и Дни всех пяти системообразующих народов нашей республики. И уже внутри каждого из дней будет такая же схожая программа, где будет показана и культура, и искусство конкретного народа, мастера, какие-то материалы выставочные, которые относятся конкретно к наследию этого народа. Таким образом, мы планируем вместе с такими общими днями, государственными праздниками, которые тоже будут отмечаться, до десяти выездов в Москву на эту выставку направить, где будут особенные мероприятия. А сам наш павильон будет работать все эти месяцы с ноября по апрель. Третью школу Станицы Зеленчукской посетили специалисты Центра образования номер 11 Черкеска. Какие были рассмотрены вопросы коррекционными педагогами в этот день и насколько необходимы встречи с представленными специалистами, расскажет Альбина Ламкова. Сложности в воспитании детей во многом связаны с недостаточной компетентностью родителей. Несмотря на большое количество существующих на сегодняшний день педагогических пособий, они все же не могут решить проблемы каждой конкретной семьи. Поэтому родителям необходима консультативная помощь специалистов. С этой целью и создан консультативный центр, обеспечивающий оказание психолога педагогической, методической и консультативной помощи родителям. А из-за того, что не во всех школах есть специалисты в получении психолога педагогической помощи, образовательное учреждение номер 11 продолжает реализацию проекта «Современная школа». Специалисты практикуют не только консультации на месте, но и оказывают выездную помощь. Ее необходимость актуальна, как показывает практика. Чтобы решить детские проблемы, иногда достаточно и необходимо проработать их с родителями, отметила методист консультационного центра Лариса Олейникова. К нам родители обращаются с такими вопросами, как адаптация к детскому саду, адаптация в школе, детско-родительские отношения. Хочется сказать, что первая встреча каждого специалиста не является последней. К любому специалисту родители могут обратиться по несколько раз с любыми вопросами. И все эти встречи у нас бесплатны. Организация коррекционно-педагогической помощи родителям строится на основе интеграции деятельностей специалистов – учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога и дефектолога. Проводимые консультации Центром образования 11 в Зеленчукском районе пользуются популярностью. К сожалению, у нас в районе нет таких специалистов, вот именно в станице Зеленчукской, психологов. И мало того, даже нет логопеда в данный момент. Поэтому встречи, я тоже мама, понимаете же, да, я как мама и как педагог, я считаю, что данные встречи нужны, потому что современные дети очень импульсивны, у них большая зависимость от гаджетов. Перед встречей со специалистами Центра образования 11 провели предварительную запись родителей со всего района и согласовали удобное время встречи. Вопросы и обращения самые разные – начинает образование, отношения в семье и развитие речи детей в дошкольном учреждении. Третий ребенок у меня, и уже вот нам в школу через год, но речь у нас еще не до конца развита, так сказать. Не только главный звук «Р», который многие дети не выговаривают, но и многие другие звуки. Мы там захотели обратиться к логопеду в первую очередь, ну и, возможно, к психологу. Вообще сейчас наблюдается такая тенденция, что у детей, конечно, речь развита очень плохо. В садике это где-то процентов 30. Всего в проекте Центра образования 11 задействованы 10 специалистов-консультантов. Отбирали профессионалов стаж работы у каждого не менее 10 лет. Основная задача специалиста – пробудить и удержать у родителей и их детей интерес к совместной деятельности. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Зеленчугский район. В день защиты бездомных животных в реабилитационном центре «Белый клык» прошла акция «Добролапы-09». Ее организовали представители проекта «Навигаторы детства» и волонтеры. Они привезли в госпиталь годовой запас корма для животных и многие другие подарки. Постояльцы приюта очень тепло встретили гостей. Данную благотворительную акцию поддержали многие люди – и школьники, и студенты. И главная ее цель – помочь бездомным животным найти хозяев. Ведь тысячи пушистых друзей в поиске нового дома. Также благодаря таким поступкам участники акции показывают детям о заботливом и бережном отношении к животным. Единственный в Карачаево-Черкесии реабилитационный центр «Белый клык» создал для больных, раненых животных комфортные условия содержания и взял на себя ответственность за братьев наших меньших. Собаки, наверное, нуждаются больше всего в доме. То есть собаки живут в госпитале, в приюте. То есть здесь они проходят лечение, уход. Но все равно, если человек их заберет домой, то у них будет больше возможностей быть счастливее и прожить свою жизнь в любви и заботе. Доброта должна быть в каждом сердце. Мы должны помогать бездомным животным. Это же наши младшие друзья. Не так собака, не так кошка может приласкаться, обнять, душевное тепло отдать, как некоторые даже люди. Животные намного добрее, чем люди. Все откликнулись, все откликнулись. Каждая гимназия, каждая школа, каждое учебное заведение без разговоров, сиюминутно. Только мы дали клич, все откликнулись сразу же. И принесли не по одной, не по две, не по три пачки корма, а приносили в большом объеме. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите интервью председателя Союза женщин Карачаева Черкесии Марины Барлаковой. С ней встретилась Белла Джозаева.